Всем привет! Это канал GoFingerStyle, меня зовут Максим Ярушкин. И вы знаете, отрицать Инстаграм в 2016 году это так же глупо, как и требовать у дурова вернуть стену. Так что мы сегодня с вами поговорим про гитарный Инстаграм, Инстаграм для гитариста. В общем, всё, что связано с Инстаграмом и гитарой. Чем же может быть вообще полезен Инстаграм для гитаристов, если это социальная сеть для еды и ног красивых женщин. Я скажу банальную вещь, но музыка это такой глобальный язык. И благодаря Инстаграму, точно так же, как и благодаря Ютубу, вы можете найти какие-то вдохновителей, единомышленников и просто фотографии ног красивых женщин. Если я серьёзно, то в Инстаграме действительно есть чему вдохновиться и у кого поучиться. И сейчас, на данный момент, видео, которое мы можем загрузить в Инстаграм, длина его максимум 60 секунд. Что это значит? То, что в эти 60 секунд музыканты вкладываются максимально и показывают лучшее, что они могут предложить на сегодня. Это очень удобно. И, конечно, кроме как на других посмотреть, нужно же и себя показать. Так что 60 секунд записать с репетиции или какой-нибудь кусочек, который вы уже разучили, намного проще, чем записывать полноценную композицию на Ютуб. И это очень полезно. Вот мои ученики, они не обманут. Они знают, насколько полезно записывать себя на видео. Так что это проверено. А тем более выкладывать в Интернет. Как говорится, если ты такой умный, то покажи мне, как ты играешь. Хочу рассказать про 5 своих... Нет, про 6 своих любимых профилей в Инстаграме, на которые, мне кажется, вам стоит подписаться. Но я тебе сейчас расскажу про них и вы уже решите. Итак, первый профиль это Лоуден Гитарс. Это гитарочные работы, сделанные Джорджем Лоуденом. На таких играют, например, Томас Липп или Джон Гом. В общем, не суть. Самая суть в том, что у них очень вкусные фотографии. И это, знаете, как работает? Если вы купили гитару, особенно если она красивая и она вам нравится, то не надо ее прятать в чехол, в кейс, кого-то складывать там за шкаф или на шкаф, или в шкаф. Короче, она у вас должна быть на виду, чтобы вы вот проходите мимо, думаете, о, классно выглядит. И ее вот хочется взять в руки. Та же самая история вот с этим профилем. Понимаете? Открывайте, и они все так вкусно сфотографированы. Такие сами по себе гитары классные. Ну, смотрите. Ну, супер. Вообще, бери любую и вдохновляйся. Второй профиль — это один из моих любимых гитаристов, Петери Сориола. В общем, раньше у него была такая тема, называется Beat of the Week. То есть каждую неделю он выкладывал небольшой такой музыкальный кусочек, где он играл именно перкуссионный фингерстайл. То есть какие-то взбивки, какие-то биты. И сейчас он это делает меньше, но сейчас он выкладывает, насколько я понял, записи с своих живых концертов, потому что он много гастролирует. И ему сделать это проще. В любом случае, лучше подписаться, чем подписаться и пропустить что-то. И наверняка, если мы с вами все подпишемся, то он возобновит свою рубрику Beat of the Week. Так получилось, что третий профиль — это тоже гитарист, Тодд Причард. И он вот настоящий инстаграммер. То есть он выпускает видео регулярно, и ты как бы его основной, не знаю, канал демонстрации своего таланта. То есть на ютубе он намного реже выкладывает видео, чем в инстаграме. И у него очень классный стиль, мне очень нравится его грув. Как раз те, кто спашивал, можно ли играть в фингерстайл на электрогитаре? Ну, конечно, да. Но вот этот чувак — это такая хорошая демонстрация, как вот в одного раскачивать на электрогитаре. Акустик Тренч, 217 тысяч подписчиков, собачка и мультиинструменталист. Ну, в основном он гитарист, конечно. И тут видео, где он играет какую-то тему в фингерстайле. Ну, достаточно просто, доступно, но со вкусом, миленько. Самая фишка — то, что ему подыгрывает собачка. Ну, да, ему подыгрывает собачка там в основном на барабанах. Ну и, в принципе, милая собака, ну, посмотрите. Ну, это вообще милота. Просто надо лайки ставить. Пятый — это Эмиль Эрнебру. О нем я уже рассказывал, собственно, как я Петре рассказывал вот в этом видео про любимых своих гитаристов. Ну, так получилось, что он, кроме гитариста, еще и активный, что называется, инстаграмер. То есть, насколько я понял, он выкладывает видео каждый день, либо раз в два дня. Короче, очень часто. И этим самым вдохновляет кучу людей. Очень советую на него подписаться. Ну, это классно, то, что доступное творчество талантливых людей. Ну, просто ставить каждый день, вы видите его свежие работы. Шестой профиль — это, конечно же, мой профиль. GoFingerStyle. Что там происходит? Там я выкладываю тоже тот контент, который я не выкладываю ни на Ютубе, ни ВКонтакте. И самое главное, там для вас будет сюрприз, особенно для тех, кто очень интересуется курсом по перкуссии. На самом деле, все очень просто. Я в ближайшее время среди подписчиков своего профиля в Инстаграме сделаю розыгрыш курса по перкуссии. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Кстати, пишите в комментариях, вообще, на кого вы подписаны в Инстаграме, на кого стоит подписаться, на кого не стоит подписаться, что там вообще еще интересного по гитарной теме происходит. И встретимся с вами в следующий четверг на Ютубе. А в Инстаграме хоть каждый день. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok